Добрый день, Алексей Валерьевич. Скажите, пожалуйста, как вот одним из мотивов отставки Людмилы Денисовой было то, что она, по мнению журналистов, распространяла просто фейки про то, как российские солдаты насилуют попугаев, стариков, детей. Что скажете по этому поводу? Вот это признание, что они распространяют фейки, что-то изменит ситуацию восприятия общественного мнения? Ну, давайте будем говорить, что правительство, и весь Верховный Совет Украины, и непосредственно президент, это все фейки распространяют. Я не думаю, что это связано непосредственно с фейками. Это связано, скорее всего, с тем, что Денисова не делилась с кем надо. Это у меня такое впечатление. А ей было чем? Ну, конечно. Она лоббировала очень серьезные интересы. Она все-таки, как-никак, амбудсмен и так далее. Там где-то перешла дорогу, там. А все ее окружение – это только бабло в голове, больше ничего. Ну, и плюс напорвалось с тем, что вы же поймите правильно. Она же прекрасно понимает, что Киев падет, что все падет, что нацизм уйдет, вернее, его выметут. Поэтому надо как-то не все мосты сжигать. Вот вам и все. А как вы думаете, кто теперь будет защищать права человека на Украине? Вот Денисовой нет, опустела без нее украинская земля. Некому защищать права человека? Найдут еще одного продажного человека, который глумится над, будем говорить, историей, который будет глумиться над детьми, как я называю. Фейки очередные запускать. И не найдут. Для этой грязной работы сегодняшней Украины они все найдут. Скажите, какова судьба оппозиции на Украине сейчас? Как много политических заключенных находится в тюрьмах Украины? Что с ними там происходит? Есть какая-то информация о многих политологах, которые вот внезапно исчезли? Очень, очень, очень тяжелая ситуация в этом направлении. Ими надо заниматься. Как говорится, искать их. Многие уже, наверное, и живых нет. Особенно там, допустим, среднего уровня, мелкого уровня. Они продолжают террор, насилие и оппозицию загонять, как говорится, в угол, чтобы она даже не могла и слова сказать. Поэтому, как бы, ситуация там тяжелая. А есть какие-то варианты по спасению этих людей? То есть, как-то может, я не знаю, поменять их на кого-то нам, на пленных, высушников? Вот такой вариант рассматривается? Сегодняшнюю ситуацию, когда одна из сторон, а это украинская сторона, только занимается обманом и терроризированием, я вам хочу сказать, невозможно. А каковы настроения в украинском обществе? Вы украинец, вы знаете своих соседей, этих людей. Что они думают сейчас из того, что нельзя вслух сказать, может быть? С одной стороны, меняется очень мнение. Многие открывают глаза, что Украина является террористом, самым настоящим по отношению к своим же людям. Многие видят, как АЗО, Днепр и другие террористические организации, созданные украинской властью, обстреливают непосредственно собственные города. Меняется, с одной стороны, в лучшую сторону. Ну, в Херсоне очень сильно меняется. В Мариуполе еще больше поменялась ситуация в лучшую сторону в отношении России и даже в спецоперации. Но еще люди боятся вслух говорить. А каковы настроения в украинской армии? Вот мы видим, что сдаются или уходят с позиции. Насколько это массовое явление? Ну, я бы не сказал, что это массовое явление, но рост и тенденция на увеличение, что солдаты покидают и убегают деморализованы и плюс даются, это есть. Люди не хотят воевать. Спасибо вам большое за комментарии. Удачи вам во всех ваших делах. Всего вам хорошего. До свидания.